МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Мария Бачина. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых новостях региона. И коротко о главных темах. КОРОБКА ХРАБРОСТИ. В Иркутской области собирают подарки для детей, проходящих лечения в стационарах. Профессия по наследству. Трудовой стаж семейной династии работников НХК превысил 160 лет. На радость болельщикам хоккейный клуб «Ермак» разгромил соперника с рекордным счетом. А теперь об этих и других новостях подробнее. В Приангаре планируют на 100 человек увеличить парашютно-десантную пожарную службу для охраны лесов. Одна группа создана и обучена в Преображенском авиаотделении Катонского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В регионе составлен план подготовки к пожароопасному сезону 2024 года. Он включает в себя закупку летных часов, автотранспорта, средств связи и навигации, медицинских услуг и многого другого. Уже подготовлен список кандидатов в парашютно-десантную службу. Они пройдут комиссию с 15 по 25 декабря. Зачисления в штат планируются с 9 января 2024 года. В ноябре на территории Иркутской области закрылись 8 из 9 паромных переправ. Они работали в Боханском, Балаганском, Керенском, Нижнеудинском, Устюдинском и Братском районах. На 29 ноября функционирует одна переправа в регионе на остров Ольхон. Об открытии ледовых дорог информация появится позже, сообщает пресс-служба дирекции автодорог. Подари детям радость. В Иркутской области проходит акция «Коробка храбрости». Каждый желающий может сделать счастливее маленьких пациентов, проходящих лечение в больницах региона. Подробнее о благотворительном проекте – далее в сюжете. Простой способ совершить благое дело в Иркутской области проходит акция «Коробка храбрости». Каждый желающий может поместить в нее то, что хотел бы подарить детям, проходящим лечение в стационарах. Это могут быть детские книжки, фломастеры, раскраски, игрушки, за исключением мягких и многое другое. Свой набор подарков детям собрали и депутаты областного парламента. Эта акция направлена на поддержку детей, которые находятся на длительном стационарном лечении по сложным заболеваниям. Это многие месяцы без родителей. Дорогие земляки, не проходим мимо. Чужих детей не бывает. Это все наши дети. Дети нашего приангария. Каждый предмет из коробки обретет хозяина. Маленькие пациенты будут получать их после прохождения процедур. Неприятных, но необходимых. В Ангарске «Коробку храбрости» можно встретить во Дворце культуры «Нефтехимик». Наши ангарчане активно включились в эту благотворительную акцию. И не только взрослые, но и дети активизируют своих родителей для того, чтобы помочь маленьким детям. Все правильно рассказывают родители им о таких детках, что нужно помогать. И они их правильно воспитывают. В нашем городе две таких коробки находятся в местном отделении «Единой России» в 107-м квартале и во Дворце культуры «Нефтехимик». Вот здесь на вахте прямо стоит эта коробка. И сюда приносят взрослые и дети. Ну, все неравнодушные наши земляки приносят вот такие подарки. Эту коробку мы передадим Валерию Юрьевичу Голубеву, главному врачу детской больницы городской. Вот. Я думаю, это будет очень хороший, приятный подарок к Новому году. Антонина Кокошникова призывает всех ангарчан сделать доброе дело и внести свой вклад в наполнение коробки храбрости. Это сделает многих детей счастливее. Свои подарки вы можете принести на вахту Дворца культуры «Нефтехимик» в любое время. Андрей Иванов, Александр Черник. Местное время. Интересную находку накануне обнаружил иркутянин, когда убирался в гараже отца. Мужчина нашел более 800 патронов калибра 7,62 мм. Он сразу понял, что они боевые и сдал их в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. С начала года жители Приангария сдали свыше 70 единиц огнестрельного оружия. Общая сумма вознаграждений превысила 370 тысяч рублей. В Ангарской нефтехимической компании чтут трудовые династии. С теми, для кого профессионализм и многолетний добросовестный труд имеют первостепенное значение, пообщалась и наша съемочная группа. Это второй дом. Именно так отзывается об Ангарской нефтехимической компании Чита Гуцол. И так вышло, что уже более века представители этой семьи остаются верны предприятию. Их трудовая династия берет свое начало в 50-х. Тогда здесь работали дед и отец Александра Гуцол. По их стопам на производство пришел и он. Работал оператором, дорос до начальника смены, старшим оператором, ну и все прочее. 17 лет. А потом настал период, что вернулся к дереву, в ремонтное производство. Дерево, перерабатывающий цех. Александр Иванович признается, компания стала для него важной страницей в судьбе. Здесь он получил бесценные знания, обрел верных друзей. Кстати, с будущей супругой его тоже свела работа. Тогда Наталья Васильевна проходила практику на предприятии. Работала на предприятии больше 40 лет. И горжусь этим. Работала на предприятии всю свою жизнь осознательную. Трудилась честно. Дело родителей продолжили и сыновья. Младший Иван пришел работать в ВНХК сразу после окончания института. И благодаря трудолюбию стал быстро расти по карьерной лестнице. По его словам, принадлежность к трудовой династии не только создает благоприятные условия для получения бесценных знаний, но и накладывает большую ответственность. Ну, есть какая-то определенность. Не опасается имя семьи. Это все равно присутствует. А в 2015 году трудовой стаж начался и у старшего сына семьи Гуцол – Дмитрия. На предприятие он пришел по совету отца. О выборе профессии ни разу не пожалел. Когда он приходил с работы, рассказывал интересно. И дух захватывал, собственно, поэтому устроился. Это сложный производство на самом деле. В принципе, тут надо равняться на уши. Из-за этого тяга к ушам присутствует. Трудовая династия Читы Гуцол – это настоящая гордость ангарской нефтехимической компании. И недавно предприятие отправило почетную семью на ВДНХ в Москву. Они смогли посетить выставку «Россия», в том числе и павильон «Роснефти» во время проведения Дня Иркутской области. 29 ноября православные верующие отмечают Матвеев день. А во вторник начался рождественский пост. Это заключительное многодневное испытание в преддверии Большого церковного праздника. В этот период запрещено употребление скоромной, то есть произошедшей от животного пищи. Кроме того, православные отказываются от веселья и пребывают в молитве. Главная цель физического и морального воздержания – это духовное очищение человека перед Рождеством Христовым, которое наступит 7 января. Гостиная Деда Мороза. По дворце культуры «Нефтехимик» появилась уникальная возможность погостить у главного зимнего волшебника. Все, кто верит в новогодние чудеса, смогут увидеть сказочных героев и получить заветные подарки. Здесь детки встречаются с Дедом Морозом, со Снегурочкой. Они могут рассказать стихотворение, спеть песню, поделиться своей мечтой, загадать желание, подойдя к нашей красавице-елочке. Ну и, конечно, получить гостиницу Деда Мороза – это обязательно, открыв волшебный сундучок, который тоже искрится разноцветьем. Крупнейшая победа в новейшей истории ангарского Ермака. Накануне местные хоккеисты открыли очередную серию домашних игр в молодежной лиге. В первом матче оранжевые не оставили шансов в Брянску. Подробнее о встрече расскажем прямо сейчас. Короткая передача. Нет, вернула шайба в зону, подхватывает ее ангарчане. Треволю! Вот это так! Быстро, конкретно и сразу. Ошибка соперника, быстрый вход в зону, бросок Ивана Чебатаева и Ермак на радость болельщикам открывают счет. Через три минуты ангарчане удваивают, а затем утраивают свое преимущество. К концу первого игрового отрезка оранжевые забросили пять безответных шайб. Хорошо начали, дисциплинированно. Удовольствовали свои моменты. Благодаря партнерам, собственно, сделал дубль. А далее вовремя попал в заделку. Поддержка отличная. Стремимся к тому, чтобы заполнить больше еще стадион. Всегда слышно трибуны ангарские. Всегда гонят, поддерживают. Очень приятно. Спасибо им. После провального периода команда из Брянска пыталась вернуться в игру. Но оранжевые не позволили. Точку ангарчане поставили еще в середине матча. Еще один бросок. Гол! Ну что ж. До конца года Ермаку предстоит провести еще семь встреч. Три из них ангарчане сыграют дома, где надеются и верят в поддержку родных трибун. После чего оранжевые отправятся в турне, где проведут по две встречи с Брянском и Хорс-Подольском. Егор Сорокин, Александр Черник. Местное время. В Ангарске завершилась спартакиада среди дворовых команд Иркутской области. Участие в соревнованиях приняли 16 сборных региона. В общекомандном зачете победу праздновал Ангарский городской округ. Серебро завоевала сборная Усолья-Сибирского. На третьем месте спортсмены из Саянска. От Солнечной Абхазии до Камчатки. В городе нефтехимиков открылась выставка деликатесов. Оценить гастрономическое разнообразие ангарчане смогут до 4 декабря. Чему удивятся гурманы, расскажем в сюжете. Переступив порог выставки, сразу же погружаешься в удивительный мир гастрономии. Здесь и ароматные специи, и пикантные приправы, а рядом расположились пряные восточные сладости. Среди них черчхела, рахатлукум, пахлава и варенья, приготовленные по старинным рецептам, а дополняют разнообразие лакомств душистые травяные чаи. В ваш чудесный город мы привезли большой ассортимент специй, таких как куркума, хмели-сунели и, конечно же, уникальная гранатовая соль. Она добавит кислинки в любое ваше блюдо и украсит новогодний стол. Также мы привезли большой ассортимент восточных сладостей. Самое уникальное из них – это варенье из грецкого ореха. Оно полезно для иммунитета, при ОРВИ, содержит большое количество йода. Покупатели точно оценят и рыбные ряды с дарами Камчатки. Кижуч, чавыча, нерка, лосось и кальмар – всего не перечислить. Ни один гурман не уйдет отсюда с пустыми руками. Интересно, что Камчатский край славится своим изобилием рыбы. Она обладает не только уникальными вкусовыми качествами, но и полезными свойствами, такими как омега-3, которая богата витаминами. И именно эти морские деликатесы мы привезли в ваш город. Вся рыба к нам поступает в охлажденном виде, и именно так сохраняются все ее полезные свойства. Ждем вас! Грандиозная выставка расположилась на первом этаже ледовой арены «Ермак». Ее можно посетить ежедневно с 10 утра до 19 часов вечера. А работать ярмарка будет до 4 декабря.